Друзья, приветствую вас снова на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы не будем долго разглагольствовать, так как имеется еще большое количество наименований вредной еды и продуктов, от которых следует отказаться в первую очередь, чтобы реально дожить до старости, да еще и в добром здравии. Ну и в общем продукты, которые очень нежелательно употреблять в пищу. Но мы по привычке и даже иногда по незнанию довольно часто их употребляем, тем самым нанося серьезный вред своему здоровью. Итак, продолжаем список самой вредной еды для нашего здоровья и пагубно сказывающихся на нашей энергетике, которую мы начали в предыдущей части на нашем дзен-канале обучения и саморазвития. Итак, продолжаем список самой вредной еды для нашего здоровья. О вреде картошки. Картошка. Точнее, вареная картошка. Это как и мука, просто кусок обычного вареного крахмала. В ней нет ничего ценного и полезного. Просто кусок клейстера, который забьет желудок и придаст чувство сытости. Сырая картошка, конечно, полезна, но есть ее довольно тяжело. Хотя многие люди добавляют в салаты и сырую картошку, и даже в некоторых ресторанах. Но все же это скорее исключение из правил. И если вы очень сильно привыкли к этому продукту и не хотите от него отказываться, то хотя бы пеките его. Это будет уже более здоровая еда, но, конечно, лучше от нее вообще отказаться. И еще я слышал такую историю о картофеле, что изначально это была еда индейцев и совсем не свойственна даже нашему континенту. Человеческий организм лучше всего воспринимает пищу того региона, в котором родился. В нашем регионе у наших предков всегда росла репа вместо картошки. Но позднее добрые люди почти истребили индейцев, и им стало выгоднее, чтобы росла картошка, и ее посадили повсеместно. И теперь она воспринимается нами как наша национальная еда. Так что можете добавить в свою еду репу, это тоже неплохой продукт. Еще если вы пьете овощные соки, то тоже попробуйте добавить сок сырого картофеля. Но мне овощные соки обычно не нравились. Вред шлифованного риса. Обработанный рис высшего сорта нежелательно есть по той же причине. При шлифовке и обработке риса до высшего сорта в нем не остается ничего полезного. И опять же мы получаем фактически просто кусок крахмала, бесполезных витаминов и микроэлементов. Да, можно найти и не шлифованный, и не обработанный рис. Вот он довольно полезен, и по вкусу он мне нравится намного больше. Правда, обычно он стоит намного дороже, чем обработанный. Хотя по логике должен стоить намного дешевле. Ну что поделаешь, его покупают, видимо, очень мало людей. А те, кто покупают, знают, что за свое здоровье лучше заплатить, чем его потерять. Ну, в любом случае, даже если вы едите необработанный рис, то им не надо заменять весь рацион питания. Это может быть всего лишь небольшое дополнение. Вообще считается, что большинство злаковых содержат недостаточное количество минералов и солей. Доктор Мелленби и Паттинсон в Англии провели интересный эксперимент, задействуя 71 ребенка в косно-туберкулезном госпитале. В течение месяца они установили факт декальцинирующего влияния злаков, особенно овсянки. Но если вы все-таки употребляете злаковые, то делайте это, как минимум, употребляя цельное зерно, а не муку или различные хлопья. И употребляйте отдельно от молока и сахара. Очень нежелательно давать такую пищу и детям. Лучше заменить злаки такими же питательными фруктами. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. О вреде майонеза. Майонез один из продуктов, который называют белой смертью. Конечно, если у вас много времени и вы сами делаете домашний майонез, это улучшает положение дел. Но реально в 99% случаев майонез можно заменить обычной сметаной. Это будет вкуснее и полезнее. Ну, про соки из пакета я уже писал. В состав обычного сока входит непонятно что. Разведенное и восстановленное непонятно чем. Плюс большое количество консерванта. Это, конечно, не очень нездоровый продукт даже в таком виде. Но я бы все равно не советовал их употреблять в больших количествах. Вред фастфуда. Вообще все продукты быстрого приготовления полуфабриката не стоит употреблять в пищу. Лучше, если есть возможность, заменить их обычными аналогами. Например, ту же овсянку быстрого приготовления из пакета есть не надо. Возьмите и купите на рынке обычных овсяных хлопьев, залейте их кипятком, подождите 15 минут, добавьте меда и тех же фруктов. Ваш завтрак получится на порядок вкуснее и здоровее. Хотя злоупотреблять овсянкой я тоже не советую. Хотя сам и ем ее иногда, и даже позднее дам вам хороший рецепт по ее приготовлению. Ну, различные добавки, усилители вкуса и прочую химию надо тоже остерегаться, максимально ограничивать. Понятное дело, чипсы, сухарики, вообще любой продукт, в котором содержится 2-3 строки с перечислением всяких Е, я бы не советовал употреблять. Различные магазинные соусы, кетчупы, куриные добавки к супам и другой еде. Все это содержит очень много консервантов и прочей хрени. Если вы не можете без интересного вкуса, то добавляйте натуральные приправы, и это будет и вкусно, и полезно. О вреде молока. Молоко, правда, это касается только взрослых. До определенного возраста молоко пить полезно, особенно грудным детям. Особенно не молоко животных, а материнское молоко. Вообще для детей на раннем этапе это самая здоровая пища, и следует подольше кормить так своего ребенка. Но когда мы взрослеем, наш организм постепенно перестает вырабатывать фермент, который позволяет нам перерабатывать молоко. Он больше не нужен. Организму, так как природа, не рассчитывала на то, что человек захочет питаться молоком, который животные вырабатывают для своих детей. Но нам это, видимо, понравилось, и мы начали отбирать молоко у животных и пить сами. Современная медицина считает, что в зрелом возрасте в организме человека молоко практически не усваивается, особенно козеин, который в нем содержится. Козеин организм большинства населения старшего возраста не может переработать вообще. Для грудных детей, конечно, этой проблемы не существует, да и встречаются люди, которые также молоко могут употреблять гораздо легче и с меньшим вредом, чем другие. По составу козеин почти идентичен со столярным клеем. Это ведет опять к слипанию внутренних органов и образованию большого количества слизи, которая часто становится источником возникновения наших простудных заболеваний. Козеином до 70-х годов клеили лопасти для вертолетов, поэтому если вам надо собрать у себя в гараже вертолет, то купите молоко. А пить лучше обыкновенный кефир или ряженку. Не пейте крутые биокефиры, они не так полезны для здоровья, как пишут в рекламе, а иногда и вредны. Вред плавленого сыра. Не очень полезен и обычный сыр. Он переваривается в желудке слишком долгое время, чуть ли не сравнивая с мясом. А уж о плавленом сыре, который делают вообще непонятно из каких отходов, их говорить не стоит. Молоко можно заменить на ряженку или обычный кефир, их пить можно и даже иногда нужно. Это поможет восстановить молочно-кислые бактерии в вашем желудке, да и прибавит вам немного свободной энергии. Сыр неплохо заменить на обычный или обезжиренный творог. Вот творог, особенно домашний, это довольно полезная еда, и она нормально перерабатывается организмом, дает много свободной энергии и очень полезен для роста мышц, что особенно актуально, если вы занимаетесь спортом. Творог – это любимая еда всех качков и просто активно занимающихся спортом людей. На этом мы закончим данное видео, но не радуйтесь так. Так, на этом список вредной еды и опасных продуктов питания далеко не закончен. Смотрите далее уже третью часть о самых вредных продуктах в нашем питании и самой вредной еде на нашем столе. А также подписывайтесь на наш видеоканал обучения и саморазвития. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное – общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok